здравствуйте сегодня у нас ipod 4 модель 1458 замена тачскрина мы меняли недавно показывал своим видео видео замену ipod ipod 2 точнее по форме они вроде бы одинаковые но есть некоторые нюансы замене тачскрина включаем фен я разогреваем этим при температуре 450 градусов такая вот насадка можно взять чуть потолще разогреваем стекло разогрели более-менее все стекло и теперь начинаем греть боковины больше всего тачскрин айпада сильнее всего точнее приклеен с правой стороны если держать ipod кнопкой home вниз вот эта вот правая сторона она самая крепкая левая сторона она менее приклеена чем правая вот вверх-вниз приблизительно одинаково я начинаю снимать с правой стороны которая самая крепкая разогрели приблизительно до температуры ну чтобы рукой было заметно чувствительно ну такой вот лопаткой острый еще лучше 2 один покажу поближе таким образом приподнимаю видите лопатка должна быть острой канцелярский нож так вам будет очень удобно снимать движемся дальше вот эту часть сняли можно сказать стекло очень быстро остывает поэтому постоянно приходится его прогревать сильно накалять не надо потому что она может треснуть нам в любом случае его менять но просто треснутое стекло его намного снять намного легче снять целое стекло чем треснутое чтобы не убирать потом стеклянную крошку вставай вставляем щель между тачскрином и каркасом и второй лопаткой таким образом приподнимаем идем дальше вставляем дальше старайтесь чтоб стекло не треснуло это облегчит вам снятие стекла нагреем еще раз и оригинальное стекло айпада достаточно каленое но тем не менее если его сильно нагреть она может треснуть в отличие от второго айпада которые которые снятие стекла я вам показывал в прошлых видео вот эта часть в этой части находится шлейф кнопки включения так вот в отличие от второго айпада у четвертого шлейф надежно спрятан поэтому можно смена смело засовывать металлическую лопатку не боясь что вы что-то повредите можно сказать самую крепкую часть тачскрина мы уже сняли идем дальше так вот я говорил о нюансах тачскринов у данного тачскрина то есть у четвертого да который мы сейчас снимаем у него опасное место находится внизу сейчас мы до него дойдем кнопка home точнее там находится тонкий шлейф сейчас мы даем я вам покажу как все это выглядит который также можно повредить на логично продвигаемся дальше острой лопаткой поддеваем таким вот образом и 2 приподнимаем покажу поближе вот так вот сильнее не давите потому что стекло треснет если не идет вот этой вот правой лопаткой отклеивания вы чувствуете что тяжело стекло отстает от каркаса то прогреваем следов никаких не остается ни на каркасе ни на рамке поэтому таким способом можно смело снимать стекло все верхнюю часть сняли боковую и правую часть сняли теперь переходим вот к этой опасной части где находится шлейф кнопки home снимать можно в другом порядке я не знаю кому как удобнее я снимаю именно так считаю этот вариант удобным быстрым здесь у нас уже трещина есть тут сторона видать на эту сторону пал падала поэтому целом мы его уже не снимем вот я его держу видите и теперь начинаю нагревать только вот эту сторону с этой стороны приподнимаем потихоньку и вот эта сторона она она самая слабая у нас смысле не так сильно приклеена как все остальные она под давлением пальца начнет сама отклеивать здесь находится на этой стороне находится шлейф тачскрина давайте освободим вот этот угол снимаем кнопку home греем вот в этих местах вот отстегнули ее она у нас на двустороннем скотче это не сложно вот она у нас на шлейфе греем дальше потихоньку в эту сторону приподнимаем резко не надо потому что стекло треснет вот видите вот он шлейф который пристегивается будьте аккуратны вот он продолжаем снимать стекло осталось немного все у нас отошло ну вот он шлейф стекла можете его смело отрезать он вам уже не пригодится вот он наше стекло снятое очищаем остатки вот у нас здесь остались осколки разбитого стекла таким образом снимаем греть уже здесь не надо прекрасно снимаются остатки острой лопаткой вот такой вот как у меня и потому что если начнете греть можете задеть экран горячим воздухом останутся пятна на экране сняли берем стеклянную крошку очищайте экран только кистью потому что все остальное всяческие тряпочки жидкости вставляют отпечатки которые потом очень проблематично снять давайте очистим шлейф кнопки home аккуратно очистили кабель кнопки home очищаем периметр весь посадочный периметр вот этот вот от грязи от скотча который остался от стекол самое главное идеально идеальная должна быть вот эта поверхность посадочная чтобы стекло сидело ровно правильно снимаем экран четыре болта по углам одинаковых протянут шлейф отрезанного поднимаем вытаскиваем вот таким образом вытащили экран шлейф вот он длинный здесь протянут у нас экран уже не снимать отклеили вот такую наклеечку отстегнули разъем что было видно сняли вот так вот выглядит берем мой стекло вот так вот она выглядит уже в сборе с кнопкой home он не понадобится потому что сюда мы наклеим другую кнопку наклеили кнопку которая у нас была у старого стекла так вот выглядит новое стекло уже с наклейками с кнопкой с кнопкой home мы ее сняли потому что мы наклеим свою кнопку home которая уже у ipod есть стекла без наклеек таком случае вам придется заказать вот такие вот наклейки есть специальные для ipad которые наклеиваются по месту так снимаем шлейф вставляем разъем застегиваем давайте сразу проверим ставим экран сверху touch screen видите все работает нужно смело ставить готовим снимаем наклейки по периметру да и таким образом сначала вставляем шлейф тачскрина вставили вообще внимание здесь должен быть сгиб экран играет ничего страшного это нормально ставим экран аккуратно старайтесь не трогать пальцами поверхность экрана далее прячем устанавливаем кнопку home на свое место вот она ее поставил закручиваем экран по углам четырьмя болтами закрутили удаляем пыль на всякий случай проверьте кнопку home бывает такое что она не работает снимаем защитный пластик снимаем защитный пластик с тачскрина снизу снизу конечно же установили обращаю внимание здесь вам наверно не видно вот этот угол у нас не очень ровно потому что падение было в эту сторону вот так вот если перевернуть то может может быть видно что он согнут чуть-чуть поэтому стекло не ляжет ровно мы его таким образом выравниваем других вариантов пока я не знаю все это потом срезается сжимаем углы все можно прижать по периметру тачскрин готов всем друзья спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем удачного дня так так вы вам его